Мы приехали, мы приехали, а Кира не может открыть дверь и говорит, у меня руки заняты, а у меня руки не заняты, у меня вообще тут всё, и телефон в руке. Ну открывай. Руку повесь, Кир. Что повесь? Ты прикалываешься? Возьми вот эту вещь, гамак, на ручку, ручку засовывай. Она порванная. Она привылазит. Вашка, вашка. Она открыта, она. Ну так тем более заходим, тем более заходим, открыто у нас всё. Ой, самолёт летит, я не вижу где, а где он летит? А, вон. Близко, я не знаю, получилось ли у меня заснять, что? У Леры на аэродроме там самолёты летали, там они так низко летали. У Леры, а Лера на аэродроме живёт? Нет, там. Возле. Бабушка, привет! Я поняла. Мыша, привет! О, кто-то тут уроки делал. Ронда, привет! Сашка, привет! Лёшка, приятного аппетита! Держи, это тебе. Спасибо! Это я собрала и тебе решила подарить. Хочешь, разберёшься, берёшь ещё раз. А это что? Это, я так предполагаю, Сашка, штука, которая вот так вот крутится, охлаждает мотор. Это ж типа гоночная машина? Да, но... Я знаю, что это за штука. А, ну там большая. Это сам пропеллер мотора, где он там находится. Ну, охлаждает, наверное, да. Кира! Кира, 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 Кира! А он так соскучился. Я не успел поесть. Я опять повторяюсь. Кушай давай. А? Кушай. Спасибо. Короче, мы не привезли сачок, потому что Тера у нас съела все сачки, мы их выкинули. Но мы привезли прикольный гамак, который возьмём с собой в лес. Гамак? А где Тера? Мы не брали собак. Мы решили, что в лес мы не будем никого брать. Ой, осторожно, она там себе нос раздёрла. Боня! Я ей делал первую медицинскую помощь сегодня. Я не знаю, она где-то носом роет постоянно и где-то шкрябанулась. Ладно, приятного аппетита, кушай. Спасибо. Саска, ну как тебе машина? Может, два? Хорошо. Круто, нравится? Нет, я ещё и не мечтала такой. О, зато на моё лицо будет. Я рада. Что? Будешь кушать? Ешь давай, ты будешь кушать. Нет. Нет. Дети ничего не хотят. Да, ничего не хотят. Саша, а ты что не ешь? Нет, я уже целый апельсин съем. Вот это завтрак. Да. Да, так, правильно. Я же тебе говорю. Смотри, Сашка, я тебе привезла книжечку. Да, как собирать. Да, если ты захочешь, ты можешь её разобрать и полностью собирать самостоятельно. А, если где-то сломаешься, не беда, инструкция со мной. Конечно. В общем, всё есть. Ладно. Лёшка, 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 кушай. А мне надо, знаете, пока я здесь, Лёшка кушает, поставить немножко телефон на зарядку. Идём мы с Лёшкой сейчас в магазин за мясом. И зайдём ещё к маме на работу, занесём ей еды. Вышли. Я ему перед выходом сказала, Лёша, возьми мамину узелок с едой. Да, хорошо. Выходит. Доходит до середины и такой, подожди, я же не взял самое главное, куда мы идём. То есть нам как бы магазин за мясом, это тут рядышком, но так как нужно к маме заскочить, поэтому мы идём в самый далёкий магазин. Быстренько сейчас занесём маме продукты. К маме занесём ей еду, потом идём за мясом и уходим в лес на шашлык. Да, можно, нам можно всё. Бабушка говорит, костры нельзя разводить. Нам можно разводить и костры, потому что мы ж не костры разводим, правильно, Алексей? Да, мы угли будем. Мы угли будем покупать, как всегда. И на уголёчках готовить вкусняшку. Слушайте, я забыла вам показать. Вы посмотрите, что он с собой сделал. Я как увидела, я просто с ума сошла. Короче, предыстория. Он дал свою машинку для бритья другу. Да, для стрижки, да, другу. И когда ему ту машинку отдали, он на следующий день решил подстричься сам. Да, привык, что у него на машинке одна насадка стоит, которая он постоянно стрижётся. И он забыл, что он машинку отдавал. Короче, не посмотрев, это он мне уже рассказывает. Я говорю, что ты Лёха это всё не снимал? Не посмотрев, он берёт машинку и делает вот так вот. И вы помните, да, его волосы? Никому не покажу. Да показывай давай. Это будет для всех сюрприз. Давай, стой. Уже всё, давай, показывай. Нет. Да давай. Ладно, ладно. Раз. Всё нормально. Два. Зато свыжок. Я в шоке. Я как это увидела, я прозрела. Я говорю, Лёха, ты теперь как будто в армию собрался или с армии пришёл? Или с зоны какой-то? В общем, а представляете... Всё нормально, свежо и прикольно. А представляете, что было, когда у него здесь была шевелюра, и он себе так жик побрил? Это, это, наверное, было смешно. Как ты это пережил, расскажи. Это было смешно. Это было не смешно. Вообще не смешно. Это было обидно. Да, я очень сильно расстроился, потому что я понял, что уже ничего не сделать. Нет, конечно, можно было оставить и так. Подожди в машине. Машины, машины, никто никого не хочет пропускать. Идём мы лучше на пешеходный переход. В общем, ребята, Лёшка превратился в Лысо-Лёшку. Да ладно, нормально. Шок, у меня шок. На работе уже видели? Да я только сегодня утром сделал эту камеру. На работе будут в шоке. В шоке ж нельзя на работе ходить? Да. Короче, мы тебя сегодня ведём на солнышко. Может, на солнышке волосы быстрее отрастут. Может, голова загорит, и она не будет такая белая. Ты маме еду взял? Да. Она в рюкзаке? Да. Фух. В общем, вот такие вот у нас дела. Прикольно. Лысо-Лёшка и Машка идут маме заносить кушать. Мама тоже у нас потеряшка. Забывашка. Пошла на работу и всё забыла. А у меня рука устала. Фух. Прекрасная погода. Замечательное настроение. Мы уже маме занесли еду. Вот здесь, конечно, в магазинах не так, как в Киеве, я честно скажу. У нас в Киеве можно заходить уже спокойно, без маски. Здесь только заходишь сразу же, маску оденьте. Без маски не заходите. На пороге стоят охрана, и уже без маски вообще никуда не пускают. Здесь намного всё сложнее. Вот, видите, мы уже все идём, все, каждый с пакетом. Кирюшка идёт с клубникой. Накупили кучу разных разностей. Мы уже сейчас до леса дойдём, и потом всё покажем. Главное, мы взяли гамак, колонку. Сашенька, секунду, я договорюсь, чтобы не сбить свою мысль. Вот, и надеемся, что у нас этот гамак получится привязать к деревьям и туда положить детей. Положить? Именно положить, да. Вообще, мы на позитиве, да? Как обычно. Как обычно, мы на позитиве. Как обычно, блин, на таком позитиве, что просто нереально. Я не могу на него смотреть, я просто в шоке. Блин, так взять себя. Ну, а это всё случайность. Это утром. У меня слов нет. Я не посмотрю на садку. И всё. Блин, я так расстроился. Ну, ладно. Господи, волосы отрасли. Говорит красиво. Мой друг так же. Только у него уже волосы немножко отрасли. Правильно, Кира, скажи, что девчонкам нравятся лысые пацаны. Не скажу. Что ты не Кира. Не скажу. Мне не нравится лысые пацаны. Сашка, так что ты хотел мне сказать? А я ездил на машине. Я водил машину. Я тоже водил машину. И Кира водила машину. И я тоже. Только у Алены на коленях. А я водила папу. А можно я тоже сижу? А я тоже водил машину. И я, кстати, тоже водила машину. Все водили машину. Всё. Ладно, ребята. Идём в лес. Тяжело очень. И разговаривать, и камеры держать. И на самом деле у меня он сзади рюкзак. Здесь у меня пакет. У Кира сказала только что, что она не хочет стричь волосы правильно. А знаете, я подумала, что я, наверное, тоже не буду. Смотри, я так смотрю, что мне не надо стричь. Олешка, подстричься? Как я. Не, а серьёзно? А серьёзно, как я. А как ты хочешь подстричься? Под карой, я думала. Ты только кончатая. А ты же когда-то ходила. Да, ходила. Но сейчас смотрю и думаю, что... Не, мне больше нравится с длинными. Вот я тоже решила, что лучше я не буду. Мне так прикольно. Да, чуть-чуть секущиеся кончики, а так норм. Так, нам сюда... Что ты какими-то чагирями наш ведёшь? Всё. Ладно, ребята. Мы... Мы в лес. Всё. Мы уже пришли в лес. Помните, это дерево упавшее? Полянка. Сейчас проверим, не занята ли наша поляна. О, вот. Вот, смотри. Шикарно. Сейчас сюда вам гамак. И вот наш... И вот наш столик. Первым делом мы решили повесить гамак вот на эти вот деревья. Так, я держу карабинчик. Кидай ремни на пол. Ремни, я не знаю, для чего, честно говоря. Я думаю, что, Алёшка, ты разберёшься. Конечно, я разберусь. То есть, я пацан, и я не разберусь, для чего ремень. У него такой же гамак только. Ребята, для чего ремень, это ж... Это ж чёрный пояс по Тайквондо. Хая! Так, Кирюшка. Шутки в сторону. А тут есть инструкция? Конечно, Машка, вот. Смотри. Машка. О, инструкция. А вот тебя, Сашка. Обходи дерево. Обходи дерево. Вот. Подожди, подожди. Папа, 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 это пояс для скалолазания. Так. Папа, это пояс для скалолазания. Вот этот, папа. Папа. Что? Это пояс для скалолазания. Хорошо. Как скажешь. Тут можно так лазить по дереву. Ух ты, какая конструкция интересная. Слушай, так он такой лёгкий, походный. Мы первый раз, на самом деле, его сейчас будем цеплять. Конечно. Это видишь? Это смотри. Этот крючок. Сюда. А потом вот сюда? Нет. Как это нет? Вот так вот. Вот так вот. А вот это? Ага. А это, да, кольцо одевается вот сюда. Ага. И потом? Ну, на самом деле, я так думаю, по крайней мере, я не знаю. Так вон инструкция, ну давай проверим. Мама, я делаю точно так же. Да? Давай посмотрим. Мама, я делаю точно так же. У меня на гамаке, у меня гамак в парке. Папа стерил. Да? Да. Ну, по крайней мере, я думаю, должно всё получиться. Ну, давайте второй тогда. Я тебе помогу. Второй пояс в Тейквондо. И можно здесь ложиться. Так, ну что? А чтобы не провалился, наоборот. Ты плохо, наверное, затянул, Лёх, не? Ну, давайте я попробую. Вот там хорошо, смотри, затянулся. А здесь, мне кажется, не очень. Давай я попробую. Подожди, Сань, Сань. Да, я попробую. Меня выдержит? Да, она чужую не выдержит. Дети, отойдите потом. Ткань выдержит здесь всё. Выдержит, выдержит. Главное, чтобы вот эти выдержали. Немного сыпется. Всё. Пойди, вставай. Да, не вставай. Не, не, не. Саша, Саша. Санька, слезь. Саша. Можешь упасть. Ну, очень прикольная штука. Смотри, оп. И спишь. Вставай, Алёша. Я вверх хочу. Ребята, я ещё не проверил. Всё, вставай, пошли делать мясо. Детей оставляем в гамаке. А сами идём сейчас сделать мясо. И сейчас я покажу, что же я купила. Взяли детям бомеранги. О! Потом взяли им вот таких вот жаб. Иди, Кирюшки, дай одну и себе одну. А, что мы ещё? Ну, ещё, конечно же, это у нас овощи, салфетки, распалка. Ну, в общем, и продукты. Так, всё, теперь можно вещи все прятать и накрывать на стол. Лёшка, с тебя мясо? Я думаю, что нужно под гамаком, на всякий пожарный случай, поубирать там шишки, камни, вот такое всякое. Да, он выдержит. Кир, он точно выдержит. Я думаю, что он не совался с ремнями по дереву. Я думаю, что не должен. Смотри, он там зацепился, видишь? А здесь ему бутылка не даст. Понятно, всё. Я тебе оставлю пальчик вверх. Ну, смотри, видите, тут бутылка, вот. Которая вообще даже не притрагивается к ремню, но она не даст ни в коем случае этому ремню спуститься вниз. Ну, типа так. Делай мясо. Кирюшка, ты кайфушка? На, держи. Надувная жаба. Надувная жаба. Надувай жабу. Там ещё бумеранги я купила. Можете позапускать. Тут как раз место есть здесь запускать бумеранги. А что за надувная жаба? Не знаю. Её надо достать как-то и потом надувать. Вон, Сашка уже, посмотри, надувает. Я не знаю, что делать. С ней просто купила какой-то прикол, чтобы можно было что-то делать. Чтобы вам было чем поиграть. Всё. Играйте. Разложила я такая на столе всё. Овощи, мяско, которое сейчас будет. Ещё сейчас овощи на гриле мы сделаем. И знаете, что я поняла? Да мы не взяли кетчуп. Да. Что мы забыли? Самое главное, кетчуп. А я же вам сегодня с утра рассказывала. Мясо, кетчуп, помидорки, огурчики. Всё взяли, кроме кетчупа. А сейчас жабы не понравились? Ладно, Сашкина, будем без кетчупа. А ещё жабы, которые я купила, оказалась одна из них бракованная. Оказалась одна с дыркой. Но, ну что, тоже переживём. Кетчуп не ставила? Я понятия не имею, сколько она стоила. Дается у меня где-то чек не со мной и вообще не знаю. О, примерно. Я не знаю, даже я не посмотрела на цену. Там не было ценника. Просто взяла жабу и всё. В общем, в любом случае, нам всё равно кайфово. Нам кайфово? Кира уже пьёт квас. Нам нужно было взять ещё влажных салфеток. Ой, я же говорила, воды взять. Ну, в общем, будем без влажных салфеток. В общем, не взяли кетчупа, не взяли влажных салфеток, не взяли... А кого мы ещё не взяли? Я не знаю, кого. Всё остальное взяли. Кетчупа, ай, сухариков. Ай, сухариков, да. Детям не взяли сухарики. Хотя мне киро звонила и говорила, мамочка, пожалуйста, купи сухариков. Ну, и зато я купила клубники. Правда, клубника намного полезнее. Я тоже считаю, что клубника намного полезнее, поэтому... Лёшка сейчас пытается запустить бумеранг, и у него ничего не получается. Но на самом деле вот этим вот у меня тоже не получается. Ну, я могу попробовать. Конечно. Нет, ни в коем случае, дети. Мы вам купили бумеранги, но ещё... Видите, тоже не выходит. А вот этим получается лучше. Куда-то он у тебя улетел. Они просто не хотят помилить. Сейчас я попробую. Давай, сейчас я тебе бросаю. Нет, не надо, мама. Мама! О, видите, у меня вышло. Только теперь надо научиться ещё его ловить. Стой, мама. Смотри, как у меня классно. Классно. Держи. А потом можно в тарелку поиграть. Это не тарелка, это флай-диск. Опа, молодец. Почти тоже получилось. Опа. Боишься, да? Сашка, лови. Давай, давай. Опа, круто. Да, 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 круто, да. Опа. Я хочу на танк отправиться. Господи, меня... Маша реакция мангуста. Просто реально еле... Есть. Так, дети, давайте договоримся так. Бумеранги, вон поляна. Чтоб никого не убить. Кира, пошли посмотрим. Саша там целую семью улиток нашел. Посмотри. Сашка, ты решил собрать... Ковпачком, а не самим. Всех улиток решили? Ковпачком? Ковпачком я тебе на руку их положил. А что такое ковпачком? Я так понимаю, панцирем. Ладно, Сашка, пошли. Далеко не заходи в лес. Ты тоже пойдешь улиток? Кира. Он нет до того бревна? Нет. Нет. Я хочу себе улитку. Не заходи далеко в лес. Улитку? Вон. До того бревна, да. Маленькую. Сашка, найди, Кири, маленькую улиточку. Улитку? Малюсенькую. На тебе ковпачком я тебе даю. Да, да. А что? На тебе, дари любую. А вон, смотри, у Сашки. Он маленькая. Он, смотри, сколько у него тут. Куча улиток. Она не улиток? Нет, живая. Сашка, а зачем ты мне их дал? Положи их на стол. А что мы будем с ними делать? Положи их, пожалуйста, на стол. У нас на столе не место. Пап, ну пожалуйста. Интересно, чем закончится? Что? Хоть куда-то. Я ковпу сюда положу? Идем в тарелку положим. Сегодня у нас будут на обед улитки. Улитки. Кстати, я таких улиток кушала. Я не думал, что именно таких кушала улитки. Именно таких. Мы собирали их на море, когда когда-то отдыхали в городе Керчь. Собирали их на море, потом... Ну что мы с ними делали? Да, в общем, мы их расчленяли, можно так, наверное, это сказать. Варили, потом в кляре обжаривали и кушали. Было такое. Это по детству было. Сейчас бы, конечно, я бы уже такого не сделала. Но раньше приходилось кушать улиток. Было? В общем, Лёшка ложит улиток в тарелочку. На стол, в тарелочку. Дети, для чего вам гамак сделали? Чтобы я там лежал. Нет, ты не можешь. Одна ко мне присосалась. Это ужасно. Кстати, он такой деловой с этими улитками. Давайте только не на столе. Он туда где-то внизу, чуть-чуть пониже. Да, я же говорю, что какой-то странный... Что-то странный, где наше солнце? Наше солнце пропало, и какой-то ветер холодный начался. Я надеюсь, что не будет дождя. Но вроде бы туч нету, да? Никаких таких. Ну где там? То не туча, там вроде бы нету такого. Она вылазит. В общем, крестики, надеюсь, дождя не будет. Говорю быстро, потому что музыка играет. Мясо у нас уже здесь. Кира там лежит в гамаке. Сашка здесь квас, улитки, улитки. Да, Кирюша? Я могу песню включать. Парабола. Парабола. Ещё немножко гиперболы. Гиперболы? Да. Не, параболы хватит. В общем, это первая партия. У нас потом ещё есть точно такое же мяско, только грузинское, да, по-моему? В грузинском маринаде. Я думаю, надо было очень грузинское вместе с этим забрасывать, потому что потом ещё будет угли разжигаться для курицы. Ну давай забросим, у нас ещё есть возможность. Да, я думаю, надо забрасывать. Давай тогда. Ну и что-то сильно... Так, растаять. Вот, смотрите, у нас ещё есть вот такое же мяско, только грузинская заправочка здесь. И также есть ещё курочка. Уже овощи я порезала, и потом ещё будут вот такие вот тоже заправка. Это будет на гриле. Вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка. Классно, поиграли. Теперь нужно пойти посмотреть мяско. А-а-а, вкуснотища. Кира очень сильно хотела себе татуировку и хочет до сих пор. И я ей предложила, говорю, хочешь татушку, такую как хна, но натуральная. Из чего ты делаешь татушку? Из чистотела. Из чистотела. Я тут нашла кучу чистотела. Вот просто тут целая поляна. Говорю, вот берёшь чистотел, рисуешь себе на руке, и у тебя будет татушка как хна. Если вы знаете, то чистотелом, я не знаю, как, кто, но я раньше в детстве чистотелом бородавки прижигала. Да, у меня были бородавки когда-то. Я очень любила жаб. На самом деле, безумно любила жаб. Я их ловила, я их держала. Они у меня жили даже в квартире. Я же вообще вот повёрнутая на животных. И чистотел, это был как бы мой родной, на самом деле. Но у меня сейчас нет ни одной бородавочки, честно скажу, вообще ни одной. И вот Кирюшке предложила сделать, и она себе сделала, покажу. Только без музыки, а ты сейчас меня... Мама, просто тише сделай. Да, я её выключу, пожалуйста. Тише сделай, всё. Отключиться надо. А чего? А что тебе надо отключиться? Алёша подключить. А, Алёша хочет подключиться. Так он сейчас включит какую-то... Владимирский Централ, ветер северный. Под прическу поёшь? Да. Он по квасу лезет. Это обырка! Нет, нет. Или кто там есть? Мамочка! Ария, Ария. Ой, улиточка. Я за ней служу, я постоянно её на место кладу. Так покажи мне татушку всё-таки. Вот, love. Так что мы слушать будем? А куда ты мясо... Слушайте, куда Алёша мясо вешает. А куда ты его вешаешь? Я его повесил, пока угли распалю. Потому что они быстренько так стукли вообще именно. Мне кажется, что это угли какой-то сосны. А меня комары спасали. Просто рассыпали. Почухай мне, пожалуйста, спинку. Ниже. Чуть-чуть правее. Блин, какой я стрёмный. Правее. Я сам к себе не могу привыкнуть, ей-богу. Спасибо. Я привык, что у меня волосы есть. Да, стрёмный. Я тоже ему об этом говорю, но ничего. Через пару дней я тоже к нему привыкну. Но сегодня я, конечно, привыкнуть к нему не могу. А дети сейчас едят все огурцы. Ладно, ешьте уже, всё. У меня на самом деле будут овощи на гриле. Это я люблю больше. Так что мы слушать будем, Алёша? Сейчас я всё сделаю. Подожди, а Ария, какая там песня? Варя, и такая самая популярная. Возьми моё сердце? Да, точно. Возьми моё сердце, возьми мою душу. Есть ещё... Вот это вот. Я эту песню люблю, на самом деле. Действительно люблю. Все девчонки, засыпай. Да, засыпай, тоже прикольная. Но это песни старые, вы, наверное, такие не знаете. Это такие уже далёкие, древние. Это самые офигенные песни. Как, помнишь, наш папа слушал... Как это? Дюна. Дюна. Если было море пива, я б дельфином стал красивым. Если было море водки, стал бы я подводной лодкой. Лайк, кто знает эту песню. Но это вообще такая, такое старье. Эта песня ещё у моего папы, серьёзно. Но она что-то у меня в голове вот так вот сильно забилась, что я её знаю до сих пор. да бывает такое это же надо было такую песню придумать но ничего кто-то придумал и мы ее пели да и мы не пели я лёшка ее тоже помнит понятное дело а еще мне больше нравилось очень что такое что такое небо это что такое осень это небо плачущие осень я давно с тобой не был а еще не нравится песня как здорово что все мы здесь сегодня собрались как здорово что все мы здесь сегодня собрались кира мне сказала следить за ее улиткой чтобы она не уползала она вечно куда-то убегает сиди на месте кира огурец улетел обувь где-то там кира босиком увидела какого-то таракана да ну не может быть здесь тараканов кир да это паучок всего лишь навсего ну сашка вытруси а ну давай вытруси молодец давай вытруси все держи свой телефон и перестань орать и одень обувь нету на тебе никакого таракана киры успокойся все тебя саша спас сотри с какой палкой пришел тебя спасать из-за таракана умничка то нету никого зайка на успокойся все реально нету кир пусто-пусто нету саша его перевернул даже клыть ложись все нету его уже зайка это маленький паучок был который тебя испугался больше смотри я вообще все вытрусила ложись нету на тебе точно нету кир на волосах тоже нету нигде ничего нету все бегом не стой босиком давай ныряй не бойся давай иди давай давай ложись нету там никого кир сто процентов мы все 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 вытрусили ложись с дерева упала какая-то мошка маленькая ну хорошо прекрасную чуть побольше давай ты своей жизни тараканов не видела где в школе фу я тебе запрещаю школе кушать держи молодец держи что ты говоришь лёшка таим же школу телефона нельзя наверное поэтому чтобы тараканов не ловили то уже все кир они уже грязные хуже выкинуть после этого на все отдыхай все тогда отдыхай что ты говоришь лёшка саша иди кире пожалуйста там палочку свою точь и хороша там сразу больше и охранять спасибо сашунька что алексей да я думаю что да ну видишь как на кировня хорошо в столовке не кушает она реально там не ест вот так алексей все до сих пор жарить угли а мясо еще пока висит на дереве надеюсь мы сегодня его поеду думаю что туда попадало больше этих тараканов комаров тараканов я поняла да я поняла а я все жду свою свои овощи гриль который я безумно хочу я надеюсь на них хватит угля а еще у нас курица есть это все уже хватит у нас практически готовая просто распылю потому что вообще уже затухло как же варю это угли сосны а тут ничего не написано чей натуральный продукт нет просто дарова вугиль а куда ты лезешь маленькая так опять сбегает киры на улитка иди на место сиди тут а сашкина пошла ой по кириному телефону наверно не надо тоже положи на место а где остальные улитки делись сашка выпустил хорошо пока у нас только две как сказала алёша это маричка life это канал малифисента это папа влог или сашка в общем видите как все есть кирок тебе уже саша пришел тебя спасать все ты смотри аккуратно что ты сейчас не шлепнулась дочурка лежи да никто тебя там не укусит все успокойся тоже надо так панически бояться всего я сказал бы нет она именно боится этих насекомых она боится комаров мух бабочек всего вот этого вот насекомоядного я боюсь только тараканов только тараканов я их не люблю не знаю почему не люблю тараканов да когда-то я их по детству помнила был такой пик тараканов сейчас я даже не знаю у кого есть тараканы если они вообще но я их давно не видела но я их не переношу вот единственное животное которое я не люблю это таракан лёшка у тебя есть животное которое ты не любишь они вот реально только тараканов я в принципе вроде бы никого не боюсь конечно не сталкивался со слоном там нет но именно вот есть какая-то мерзость к животному да какому пиявки он точно пиявки пиявок я тоже не не то что не люблю пиявок я вообще боюсь скалопендры я просто вообще скалопендры это вот такая вот да с таким хвостом типа с жалом у нее там жало такое да это тоже есть но так чтобы я сильно их боялась нет а вот пиявок да водоемах скалопендры ты бы убежал водоемах стремно купаться тараканов не люблю потому что они мне мерзкие а скалопендры я видела пару раз своей жизни поэтому их боюсь я не так сильно как остальных о наконец-то у нас пошло мясо первая партия идет в детям держи держи приятного аппетита наконец-то готовы мои овощи они безумно вкусные они безумно классные в общем наш пикник уже подходит концу телефон и все сели кирюшка там спит лёшка пробует мои овощи сашка лечит свою рану чистотелом и мы вам скажем на сегодня пока до завтра спасибо что погуляли вместе с нами еще встретимся пока пока все ребят всем пока мы сейчас будем ее будить и уже топать домой начинается дождь смотрите дождь смотрите на речку видите кап 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 кира несет с собой домой улитку мы с ней переоделись курточками она делала мою я делала как я выгляжу а да мне нравится как я выгляжу в кирюшкиной курточки вниз короче надо купить себе косуху точно да лёха скажи мне прикольно только мой размер надо купить не кирин 9 10 лет а свой а сашка сейчас идет грустит и папа уговаривает папа я горит от тебя не отстану пока ты не скажешь что мы поедем к маше в общем он идет и такой папа можно к машину поехали к маше а что ты ему сказал что у него завтра уроки а что у него завтра уроки а он такой ну папа но я же от тебя не отстану можно можно в общем ребята мы идем домой прикольно в этой красной жабочке мне кажется я уже не первый раз прощаюсь а ты опять прощаюсь я опять прощаюсь мы идем домой проходим через речку как это называется речка ленор пены тут нереально много мы едем домой я не знаю кто к нам домой сегодня доедет алёшка сашкой или я только киры на сегодня день был просто замечательным и круто круто провели время безумно вкусное мясо которая кстати мы не всем домой до сих пор как и говорил алёшка что мы все мясо не доедим ну а квасом и потушили огонь у нас не было воды и мы тушили огонь квасом что здесь у нас лужи подожди а как мы сюда шли без луж надо обойти мы как-то сюда шли и луж не было обратно идем и лужи есть как будто здесь был дождь и больше дождя нигде не было в общем не знаю чем закончится наша дорога домой поедет к ней ли к нам лёшка или не поедет но ребята мы вам скажем всем пока пока пока